Привет, Гудгейм! Мы на мероприятии по Старкрафту в Москве, 2018 год, Старкрафта 2. С нами организатор этого турнира, Красти Крабс, пользователь Гудгейма, организатор Баркрафта. Чем ты еще занимаешься? Представься, пожалуйста. Меня зовут Илья Ручка, ник Красти Крабс, пользователь тоже Гудгейма. Ну, все, что связано со Старкрафтом, тем и занимаюсь. Я организовывал в течение двух лет в Москве Баркрафты, ну, любительские турниры в баре, получается, есть там тоже. И вот сейчас с Сережей мы и с Помидором решили сделать действительно что-то толковое для Старкрафта, потому что в связи с крайними, ну, вот, событиями, вы видите, что Ланы совсем не проводятся по Старкрафту. Это было в прошлом году Лан, назвать его, конечно, там, от ФКС был, ну, не очень сильно там, конечно, было игрокам, но тут потому что тоже там только Москва, получается, они поставили условия, чтобы только с регистрацией Москвы. Такое неприемлемо, потому что игроки и из Питера хорошие есть, и из дальних городов. К сожалению, не у всех возможности есть приехать сегодня. Ну, мы решили и организовались силами, и решили с помощью вас, также, пользователей Гудгейма, которые и финансово, и духовно помогли нам организовать все это. Без вас бы этого ничего не получилось. Ну, так получилось, что сегодня пришло 76 человек. Я считаю, это результат, но, конечно, очень тяжело в плане организации. Давно такого не было у меня, по крайней мере, в организации, чтобы 76 игроков пришло на турнир. Ну, потихоньку, потихоньку, уже третий раунд играем. Да, только 76 игроков, но еще и зрители, фанаты. Проскажи, когда зародилась эта идея, и как шло вот этот процесс организации турнира? Ну, в Старкафт я играю очень давно, с момента выхода его. Начинал я в Контрастрайк играть, тогда я жил еще на Украине, сейчас живу здесь. И все планово шло, планово. Были перерывы небольшие из украинских Старкафтов. Вайтру Лешу хорошо знаю, потому что на югах там жил, и часто на турнире от него приезжал, там играл. Все это при переезде сюда, потом это все, как бы, у меня затихло, учеба, работа, семья. Ну, вот сейчас потихоньку появилось свободное время, и я решил, наблюдая то плачевное состояние, в котором находится Старкрафт, я решил, ну, как немного, немного возродить то былое славу, ту былую славу игры, и сделать действительно хороший лан. Надеюсь, не крайний, надеюсь, не крайний. Планы есть, общаюсь с людьми, спонсорами. Ну, думаю, все получится, и в конце лета, там, начало осени мы проведем турнир. Не буду, конечно, наперед забегать, может быть, конечно, с разрядами от ФКС. А вот именно по этому турниру хотел узнать, когда мы начали его организовывать, как шел процесс сбора денег, я знаю, там были очень интересные моменты. Ну, да, получается, мы хотели провести любительский турнир на 10 машин, чтобы 10 компьютеров всего, и призовой 15 тысяч. Идея вся моя, я готов был выложить, ну, как бы, турнирные деньги, думаю, ну, 15 тысяч не так уж и много, выложить призовой фонд. Но потом так получилось, что нам предложили перенести турнир, там площадка, на которой мы договаривались, не согласилась провести турнир в этот день. Ну, и прекрасно я подумав, что, если переносить будем, то не сделаем никогда этот турнир. Поэтому я Сереже позвонил, говорю, Сережа, нет, турнир переносить не будем, либо 14-го, либо вообще делать не будем. Он поддержал меня, говорит, давай. Ну, и потихоньку, потихоньку, потихоньку начали делать, собирать призовые. Очень быстро собрали призовые. И он не верил мне, что мы так быстро соберем. Я говорю, получится все очень быстро, и мы сделаем все это. Ну, и сделали. Вот видите, быстро собрали призовые, все, проблем не было. И потом, когда мы собрали призовые, все организовали, начали люди на меня выходить и предлагать помощь. Во всех аспектах, во всех вопросах, с Good на Good Game. Вышли президент ФКС Москвы, вышел на меня тоже. Все спрашивали, нужна помощь, нужна помощь, нужна, нужна, нужна. Ну, надеюсь, этот турнир станет толчком для развития всех. Там, мне много кто говорит, что давай возрождать будем это, давай, давай. Появился человек, все, ну, давайте делать. Баркрафт тоже будет проходить, и уже планы есть. Уже 13-го мая в Баркрафте будет турнир по StarCraft Remastered. Решили вспомнить, будет называться турнир Olds Cup. Oldschool, да, Cup. И там будут старые игроки. Призовой фонд уже 20 тысяч выделили мы. И вот, приходите, может быть, кто-нибудь из старичков придет, заберет, нам не жалко призового. Нам надо встретиться, поболтать, пообщаться. StarCraft нас объединяет всех, мы любим эту игру. И всех хочу поздравить с 20-летием от себя. Да, ролики все видел, и англоязычные части, и русскоязычные. Всех, конечно, тоже поздравляю с 20-летием. Игра очень хорошая, и, ну, если бы не StarCraft, я вообще бы не играл бы никогда в компьютерные игры, там, уже давно. А так StarCraft, конечно, ведет нас все вперед. Собрали мы в общей сложности где-то, ну, организация полностью турнира 160 тысяч где-то обошлась. То есть это все организаторские, ну, моменты туда-сюда. Ну, мы собрали в интернете, вроде, у Сережи 120 тысяч. Там, ну, и остальные там помогали тоже материально, все-все-все помогали. И там я сейчас своих денег доложил на организационный момент. Ну, тут пускай это будет как, ну, внесение в турнир моих денег, ну, как помощь турниру от меня. Я люблю StarCraft, и поэтому все хорошо мы сделали. А расскажи о Баркрафте. Что это? Потому что многие не знают, для чего это, и какие-то планы на будущее. Да, ну, все начиналось с одного меня. Когда я, ну, как, не я организатор идеи был. Просто я увидел, мы в свободный день были, и увидел, что, ну, как Баркрафт, движение, приходите смотреть ФЦС. Я пришел один туда. Ну, мне не понравилось это, я посмотрел ФЦС сам. Ну, и потом потихоньку, потихоньку, потихоньку я Сережу подключил, начал как-то рекламировать все. И в хороший момент у нас 16-18 игроков приходит. Да, там много не развернешься, места мало совсем. И как, это Бар больше идет, он там, ну, не предназначен для проведения таких турниров. Ну, мы, как бы, есть проблемы там, конечно, и бывает иногда и с интернетом, и там ноутбуки только туда, получается, носить бы. Ну, мы пытались-то и компьютеры там были в одно время, но это все, ну, то есть, это все, как бы, не то совсем. Ну, а вот так собираемся мы там пообщаться. Турниры мы там все смотрим большие. То есть, ВЦС, Близкон, мы там все, это все турниры, постоянно расписание есть. Люди приходят, там 4-5 человек, уже приятно пообщаться. То есть, встретиться людям там, и, ну, как, топовые игроки Москвы туда постоянно приходят. То есть, туда Ваня, ну, я не буду перечислять их, всех, кто знает, там, Баркратов следит, там, страница есть ВКонтакте, да. Поэтому тут без проблем. Приходите там, ну, пообщаться, просто посидеть. Расскажи, какие были проблемы при организации? Деньги, понятно, собрали, но вот именно на площадке были какие-то вопросы? Да, я не досмотрел эти вопросы были. И с тем, что Близзард там серверами не пускали много людей, получается, на площадке. Мне никто не предупредил об этом, я это даже не знал никогда. Просто, ну, странно, почему клубы, например, компьютерные, это, может, и, конечно, не знать, чья это вина. Почему не выделяют на них IP-адреса, они должны знать, в принципе, как площадки такого уровня должны быть у них на счету. Как бы, ну, что, ну, это, наверное, и моя больше, то есть, вина, потому что я общался с ними полтора месяца. И не предупредил их, а, ну, и не знал, что надо предупредить. Так бы я обязательно предупредил, было все хорошо. Ну, и так вроде все нормально идет. Сейчас вроде должны были связаться с ним и предупредить, все нормально восстановилось. То есть сегодня все пришли, да, и опишники? Сначала вошли все там, да, 30 игроков вошло, все нормально. Потом, когда первый тур прошел, вот начались проблемы с этим. Ну, вроде все решили, все хорошо, поэтому держим на контроле этот вопрос. Отлично тогда какие-то слова благодарности, приветы от тебя. Ну, а всем привет передаю, кто любит StarCraft, играет в него, что кто-то делает, старается для него. Игра великая, ну, больше, чем шедевр. Всем спасибо большое за поддержку, начиная от человека, который подключал штыкира здесь, в геймер-стадиуме, чтобы мы смогли играть. И заканчивается, вот сейчас сидит, смотрит стрим у Сереги Помидора, общаются, все радуются. Я думаю, это праздник для StarCraft, потому что давно ланов не было, говорю. И такое количество игроков, которое сегодня пришло, это тому всего лишь подтверждение, что они приехали из Питера, из ближних городов Москвы, Подмосковья. И поэтому это только лишь подтверждение, что давно не было ланов, потому что людей очень много. Спасибо.